Во второй части разговора про капиллярные явления мы поговорим про сами капилляры. Посмотрите, у вас есть жидкость опять. У одной жидкости хорошая смачиваемость, у другой жидкости плохая смачиваемость для данного твердого тела. То есть разные жидкости по-разному смачивают разные твердые тела. Есть там вода и дерево, или вода и жирная поверхность, но есть и масло, есть и скипидар и всякие разные жидкости. Они по-разному будут все смачивать. Да, у вас есть такая одна жидкость, которая хорошо смачивает поверхность в первом случае. И тогда она будет как бы пытаться чуть-чуть залезть на стеночку этой поверхности. Потому что силы взаимодействия жидкости с твердой поверхностью заставляют ее как бы притягиваться туда. А другая жидкость плохо смачивает поверхность. И поэтому здесь она наоборот пытается оттолкнуться от нее чуть-чуть. Давайте посмотрим, докуда это явление нас может довести. Представим себе теперь, что у нас этот сосуд продлен. И у нас есть какой-то жидкость. И в эту жидкость мы вставляем тонкий капилляр. Тонкий капилляр это значит просто тонкая трубочка воды. Тонкая трубочка, в которую может залиться эта вода. Что происходит вот здесь вот посередине? Наша вода залезает немножечко на наш капилляр здесь и здесь. Но из-за того, что он очень тонкий, сила поверхностного натяжения посередине, она практически не удерживает воду. И поэтому вода начинает ползти по этому капилляру вверх. Пока сила поверхностного натяжения не уравновесится силой гравитации. И получается, что у нас в капилляре вода поднимается, ну или жидкость, на уровень выше, чем он есть во всем сосуде. Что происходит в случае с плохой смачиваемостью? У нас опять есть, у нас опять есть какой-то, какая-то жидкость. Да, вот она. Она доходит до стенок сосуда. Вот наш сосуд. Мы вставляем в него капилляр. Значит вот здесь капилляр стоит. Что произойдет в этом случае? Жидкость будет ползти по капилляру вниз. Да, она будет ползти по капилляру вниз до какого-то уровня. И получится, что в этом капилляре жидкость занимает меньше места. Красиво нарисую теперь. Получается вот так она досюда доходит. А в капилляре она занимает меньше места. И опускается вниз. Потому что у нее плохая смачиваемость. Ну, соответственно, капиллярное явление. Чем тоньше капилляр, чем тоньше капилляр, тем выше поднимется в нем жидкость. Потому что ей приходится противоборствовать очень маленькой силе поверхностного натяжения здесь посередине. Да, и она поднимается вверх. Да, и сил их взаимодействия пропорционально больше, чем у других. Ну, и чем тоньше капилляр, тем, соответственно, она опустится сильнее вниз. Если жидкость у нас плохо смачивает поверхность. Главная идея зависимости именно такая. Жидкость опускается сильнее вниз. Ну, вот что такое капиллярное явление.